Паралимпийский комитет России подал в Лозанну индивидуальные иски от имени российских спортсменов. Рассмотрение дел назначено на 21 августа и пройдет в Рио-де-Жанейро. Решения по основному и индивидуальным искам паралимпийцев должны огласить не позднее полуночи, 22 августа. По мнению представителей ПКР, решение об отстранении всей сборной России необоснованное предвзято. Отказать целой стране в допуске на крупнейший турнир четырехлетия – это предательство по отношению к спорту в целом и паралимпийскому движению в частности. Тем более, что Россия традиционно забирает львиную долю медалей на паралимпиадах. Хотя, по мнению специалистов, это как раз и может быть одной из причин отстранения. По самому сильному месту ударили, потому что наша паралимпийская сборная на сегодняшний день является одной из самых сильнейших в мире. Потому что во всех видах программы наши паралимпийцы доказали, что они одни из самых сильнейших. Ударили именно туда, куда удар ниже пояса. Чисто политическое явление. Спортивным здесь никаким не пахнет разбирательством. Вот такое у меня мнение. Решать надо даже не к ассоционным спортивным суде в Лазани, но сразу же в Страсбург по делам, по правам человека. Потому что в данной ситуации нарушаются, реально нарушаются права человека. Если не удалось российскую олимпийскую команду допустить, то на паралимпийцах отыграются и за Сочи, и за здоровых спортсменов, за Олимпийский комитет. Короче, отыграются на них по полной. Многие коллеги тренеров паралимпийцев поддерживают. Тем не менее, российские спортсмены продолжают готовиться по плану. Они не верят в то, что дорога в Рио для них закрыта окончательно. Особенно те, у кого за всю карьеру не было ни одной сомнительной допинг-пробы. Теперь судьба каждого спортсмена из списка, отобравшихся в Рио российских паралимпийцев, будет решаться индивидуально. Результат, по мнению специалистов, непредсказуем.